Привет друзья! В последнее время мы нередко можем услышать по телевизору и в интернете о мега дорогих свадьбах богатых и известных людей с огромным количеством приглашенных гостей и знаменитостей, изысканными блюдами, пафосными нарядами, тоннами фейерверков и празднованиями в старинных замках. И как вы понимаете, все это чудо нередко обходится в миллионы, а иногда и в десятки миллионов долларов. Но как правило, через несколько дней об этом все забывают и не остается ничего кроме воспоминаний и фотографий. Ну и конечно же слухов, которыми полнится интернет. Ведь уже давно у богачей есть практика сделать любое торжество еще богаче и шикарнее, чем у соседа и с еще большим позерством, пижонством и размахом. А главная цель конечно же показать свою крутость и щедрость, мол не пожалел денег на свадьбу. К слову, о похожей красивой свадьбе мечтала индийская девушка по имени Шейра Монат. Вскоре в ее жизни должно было произойти это долгожданное событие. Вот уже полгода велась подготовка к самому важному празднику. А так как в Индии свадьбы празднуют около недели, то естественно жених и невеста решили подготовиться очень серьезно. Шейра была единственной дочерью своих родителей, а ее отец Аджай Монат является одним из самых богатых и уважаемых людей в Индии. Он занимается перепродажей пшеницы и тканей. Как и любой другой отец, Аджай души не чаял в своей любимой Шейре. И он делал все, чтобы принцесса была самой счастливой. И как вы понимаете, мужчина решил не скупиться на свадьбе дочери, а потому планировал, как говорится, затеять пир на весь мир и пригласить всех своих друзей и знакомых, коллег и прочий бомонд, где общее количество гостей должно было быть примерно 3000. Все шло по плану и приближался день свадьбы. Казалось, что ничего не предвещало никаких изменений в их планах. Но однажды днем, как позже рассказывал сам Аджай, в кабинет магната, в его кабинет, постучалась дочь Шейра. Она робким голосом попросила отца выделить ей несколько минут. Уже тогда ему показалось это странным, ведь было видно, что ее что-то смущает. Конечно, Аджай не мог отказать в такой маленькой просьбе, тем более, что по виду девушки были видны следы тревоги и волнения. Но перед свадьбой любая невеста волнуется, и это нормально. Именно так и подумал отец. Собравшись с духом, девушка рассказала о том, что ее уже давно тревожит. Шейра честно призналась, что она очень хотела устроить пышную свадьбу. Она также знает, что отец мечтает выдать дочь и сделать это самым громким событием в округе. После чего Шейра произнесла следующие слова. «Мне ничего подобного не нужно. Я знаю, что свадьба обойдется очень дорого, поэтому я хочу попросить все отменить. И вместо шикарного и дорогого торжества я могу сыграть самую обычную свадьбу. А на деньги, которые планировали потратить за несколько дней на дорогих артистов и прочее, я хочу помочь бедным людям». Конечно же, миллионер был очень удивлен такой просьбой, ведь он точно знает, какой образ жизни ведет так называемая золотая молодежь. Но когда Джай спросил, так а что же она хочет на самом деле? Девушка сказала, что рассчитывает построить на все эти деньги новые дома, после чего Шейра пояснила свое желание. «Когда я ежедневно еду на учебу или по своим делам, проезжая десятки километров дорог, я каждый раз вижу одну и ту же картину, а именно, бедность людей в ближайших трущобах. Многие из них живут целыми семьями практически на улице, не имея даже элементарного электричества, воды и прочего. Я считаю, что потратить такие огромные деньги на свадьбу просто глупо и неразумно. Вместо грандиозного торжества я хочу подарить всем тем незнакомым мне людям дома. И это сделает меня намного счастливее, чем просто выброшенные на ветер деньги», – добавила девушка. Бизнесмена такие слова, как говорится, застали врасплох. Мужчина за последнее время привык жить роскошно, хотя и сам был выходцем из бедной семьи и точно не понаслышке знает, что такое бедность. Но как же партнеры по бизнесу? Как же весь круг общения семьи? Они же явно такого не поймут. В общем, Аджай взял время подумать о таком необычном желании дочери. Но так как до свадьбы оставалось совсем немного, не больше двух месяцев, отец так ничего и не сказал о своем решении. В свою очередь, Шейра неоднократно пыталась узнать его мнение, но всегда слышала одно и то же. «Мне сейчас некогда, позже подумаем». Оперечить отцу она не могла. Но, друзья, как вы понимаете, в этой истории было все не так просто. Когда же настал долгожданный момент, в день свадьбы Аджай торжественно позвал молодоженов к себе, после чего сказал, что у него есть для них подарок. Они вместе отправились на автомобиль в незнакомый для Шейры район. А когда машина остановилась, девушка увидела целый квартал из новых домов. Как оказалось, отец действительно был очень занят, так как времени было немного, и ему за два месяца предстояло проделать много работы. Уже на следующий день после их разговора, который был 2 октября, миллионер приобрел огромный участок, а еще через три дня был заложен первый кирпич. «Мы начали работу в ускоренном режиме», – рассказал позже в интервью магнат. «Я понимал, что предстоит огромный труд, поэтому мы долго не думали и бросили все силы и ресурсы на строительство жилого района. Всего же было построено 90 домов площадью 35 квадратных метров каждый, со всеми удобствами, включая электричество, водопровод, канализацию, интернет и прочее». В свою очередь, Аджай лично подбирал нуждающиеся семьи, те, кому посчастливится жить в этих прекрасных новых домах. Прежде всего, он руководствовался потребностью новых владельцев. «Я увидел так много людей, которые всю жизнь трудились, но так и не смогли обеспечить крышу над головой и ранее ютились в трущобах. В основной массе это были рабочие семьи, главы которых трудились на тяжелых работах, строители, работники предприятий и заводов, а также те, у кого несколько детей. Но еще немаловажно то, что они не должны употреблять алкоголь», – добавил Аджай. «Каждый построенный домик может похвастаться современным ремонтом – одной большой комнатой, кухней и отдельным санузлом». Там же на месте Аджай попросил свою дочь лично передать ключи от новых домов их новым владельцам, которые к тому времени там уже собрались и к тому же получить их благословение. После чего все они были приглашены на свадьбу Шейры. Девушка не могла поверить в это чудо и сказала, что она очень гордится поступком отца, после чего они вместе сделали официальное открытие квартала. Но Аджай считает все совсем по-другому. Он благодарит именно Шейру за то, что предоставила ему такую возможность помочь бедным людям. К тому же он счастлив, что воспитал такую дочь. «Она выросла настоящим добрым человеком, и большие деньги ее не испортили, а значит, все, чем я занимался, было не зря», – добавил Аджай. Стоит также отметить, что свадьба у пары все же была. Конечно же, не такая большая и дорогая. На нее были приглашены и обычные люди, которые смогли разделить счастливый праздник невесты и жениха. Наверное, друзья, стоит отметить, что большие деньги не всегда портят людей. И пока есть еще такие примеры, как это семейство, вера в добро и человечество становится только крепче. Но на сегодня, пожалуй, это все. Обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам поступок Шейры и ее отца-миллионера. Также не забывайте оценивать это видео, если оно вам понравилось. И до скорого!